25 августа как так получилось что на камеру практически ничего не описала предпоследний день вчера был дождь и было немножко грустно и хотелось раньше вернуться хотя до этого я думала до пятницы остаться но дела которые могли бы быть я сделала очень удачно тут у меня коль хоть и темно ему уже несколько раз сказали что мы завтра уезжаем и он бы мог бы погулять но он погулял пришел поспал вон там его лоточек который на будет сегодня вынести сменить крышу нам вроде как все-таки обещают сделать в этом году ведро пустое для колодца я попозже схожу сейчас на жарко 24 градуса в теньке но это хорошо печка значит я кстати да ее смогла растопить потом в итоге хотя камеру не включала и как-то и даже неожиданно не было шею растопила немножко у меня там травки какие-то подсохли вода была горячая макароны даже которые мне родственники за день до этого оставили согрелись а макароны с мясом они вообще любят тут сидим не макароны с мясом назад так у меня так было что-то в 6 проснулась и чем-то и вот то есть где-то с около семи до где-то может до полдесятого или пол девятого полдесятого наверно растопила эту печку в общем что у нас тут благодаря мне мне вообще понравилось этого сня я так поняла что видимо это не только несколько семейно-генетическое сколько и ну кому-то ведь нравится кому-то и нет мне само это нравится мне доверили вот здесь вот была медагонка в итоге поставлю крутить медагонку с рамками которые даже не надо было ну как бы какие-то из них были срезанные уже распечатанные какие-то просто вот были с медом на запечатанные можно было крутить потом снова мыть эти металлические подрамники и слушайте их потом приезжала мыло медагонку через сутки получилось так что где-то за пять дней три раза ко мне приезжали родственники в разном количестве не вот вчера как раз тетя выезжала что-то был дождик почти везде меня как-то грустно стало еще подумала с ней поехать у меня ничего не собрано потом подумала уже было время как как бы еще могла бы на вечернюю спеть но как бы я не не смогла бы собраться так быстро и уже вот так плюнула думаю хотела среду на обедежном сейчас пока не решила может быть поеду на обедежном может быть на вечернем принципе если поеду на обедежном то успею что-то еще дома сделать на вечернем если я тут уже привыкла как бы рано ложится но самое позднее где-то по 1 пол 12 было так получилось и делами как-то в 10 так уже засыпаешь и соответственно где-то в 7 7 20 где-то так вставать думаю также оставить это в городе да вот сейчас у меня благодаря тому что у нас все все с рамками закончилась сегодня вот только медагонка сохнет ну и там запчасти я покажу сейчас но тетя моя щетка улей выкрасила да у меня тут снова как бы свободный диванчик чистый его вчера протерла от возможных остатков меда тут у меня не то что называлась милиса но на самом деле это мята у нас такая же в саду есть по-моему вообще как и пока кошачья мята мята перечная у меня вон в том рулончике я думала человек вчера увезет но у человека было много вещей человек ехал на автобусе за ней никто не приезжал и часть вот этой мята еще есть на крыльце и немножко еще семян подорожника на тут у меня листья молодые с молодых побегов осторожно снимала но так бы так чтобы на других было и чтобы не были лысые такие палки орешника я еще в начале лета что-то узнала что их полезно заваривать про даже не помню от чего и для чего и все хотела их собрать 10 орешника у меня тут сохнут думаешь и потом домой возьму с собой досушу потому что есть шанс что суда приедет мое отсутствие или ну как бы место было сказано не планирую как с погодой было от неизвестного может быть не очень тепло будет может быть тепло осип ну как бы я тут переждала четыре дня холода с дождями уже кажется ничего не страшно тетя у меня проверила вчера потолок там воды в одном месте но как бы в каком-то собаке он глубокий большой там если есть то всего хватит не затопит меня если вот тут пока да вчера допустим дождь шел от код спрыгнул код спрыгнул появился в кадре нам не привезла кити коты ему потому что у нас корм незапно закончился я думала ему хватит хоть он на шее лопал но не настолько многое было пошел в одном ведре но там он пил сейчас уже водички чуть меньше как бы до дна он бы не застал от подпьет воду короче я где-то 7-10 дней буду отсутствовать в городе как раз буду и саша сюда привет родственники косить траву надеюсь косят до моего приезда следующего потому что там назреет уже конкретно вся арония она же черная рябина черноплодная рябина и к ней будет при удобно подойти сейчас там вообще крапива со всех сторон практически я и сниму не только себе но еще на себя этого парня скажем так и себе и родственникам но и если обычно люди как бы приезжают чисто сделать если что-то где-то лежит то возможно но потом не будет играть поэтому я думаю если меня там практически все высохнет но и что-то останется то можно досушить в городе год и если меня очень много вещей будет но что уместится все то я их тоже возьму с собой потому что помню как-то шиповник несколько лет назад может сюда с при бабушке растерила вместе с другими растениями травками на крыльце и они никому не мешали но есть человек которому из принципа помешало и это было все раскиданное было очень жалко и обидно потому что во первых это трудов стоит и времени но есть люди которые не ценят совершенно чужой труд думать что так и надо то знаете вот человек за собой не может вынуть чашку из-под чая но при этом попрекает кого-то другого полотенцем об которого вытираешь руки и она соответственно уже вот любое полотенце периодически вытирать руки но становится уже не очень чистым и его соответственно будет потом постирать вот это вот как раз полотенцем не было так грубо сказано что об это полотенце явно жопа вытирали бывают такие руки грязные когда их можете но там что-то остается и не знаю как человек пользоваться своими полотенцами ну а жопа очень чистая отрывает руки очень грязные все в сравнении познается в общем я да я уже заметила москать давно а теперь конкретно так люди которые часто попрекают кого-то чем-то другим у них очень огромное бревно в глазу я не считаю что им можно свинячить и поросящить особенно там где чистое убрано а вот у кого-то она по жизни идет вот ну как бы часть жизни бытовой момент это вот прямо из ряда вон плохо этот ноутбук заряжается я только что смотрела ролик который 9 дней назад снялась и что руки очень доходили короче тут на догонку и крутила он там вот вот в этих ведрах ну там ведро и бак и рамки мыло и рамки другие рамки сушила которых на которых воск даже был момент что пять ящиков два плоских это много рамок и два в общем четыре ящика были магазинные рамки один ящик был с гнездовыми рамками выносила на себя удивилась столько раз столько всего вытащить все-таки осилила зато у меня тут ну дни вот такие свободные позавчера вот последние рамки выставляла соответственно и вчера уже был как бы вечер свободно хотя тут был дождик еще у нас тут гуляние было в одном доме в котором раньше зимовали но теперь вот так вот на метками и хозяева приезжают и внезапно деть хозяев с кучей народу я так офигела мне еще код в той степи был очень боялась что испугается или они там с ним что-то сделают или он со страху куда залезть и не сможет вылезти он в итоге где-то в 11 вечера только пришел и на мотоциклах и на машине туда так это пролетели но такие вежливые типа поздоровались сказали что как они видели но очень шумные к вечеру уехали вечером поздно так уже уехали и утром рано практически что в десять наверно так начали разъезжаться не знаю там сама хозяйская дочка осталась или нет чему-то у меня суда уйдет потом в коробочку эту шиповник который сейчас за домом сохнет и меня что-то соседка сбаламутила я набрала позавчера ароний ну черноплодной рябины там не еще несколько контейнеров два контейнер один побольше чуть поменьше холодильнике и стоит еще он варенье сварила немножко но по большей части не зрелая еще вот я которую снимала некоторые попадались ягодки незрелая но ну такие полузрелая по большей части то что я сняла именно зрелая выбирала ну и короче рано еще снимать я думаю это на посушить угли с собой взять и мне сначала предложила получилось так что все мои контейнеры либо я посылала чем-то частично так вещи родственники утащить лазеря какой-то большой меня вот позаимствовали человеком там приспичило срезик зак медовых сейчас покажу похоже короче большом количестве вот таких среди медовых с медом но после того как распечатали рамки среза с распечатанных рамок и и как раз тут на было большую как унитар там был он как бы на 2 литра но на деле это полтора литровый контейнер объемом такой вот него бы как раз ушли эти ягоды но к сожалению контейнер у меня увезли я потом придумаю что конкретно сделать но шиповник у нее этой коробочкой поедет тем не тетя посоветовала сначала в нее у нее был он весь наверно не вошел ошибку у них на тоже как-то во что-то за положить гамак у меня там свернутый ветром вода там уже давно не минералка там просто колодечная водичка сейчас набери вместимся в другую часть здание это пустой баллонный газ который у нас если пустой баллон из-под газа который нас лет пять на расстоял вот эта круглая штука это районня это да вдруг кто не знает не все шума не пчеловолы из зрителей это пустые рамки под ними такая квадратная штучка это крышка тулья частью я кстати суда кладутся у ставятся вообще гнездовые рамки я тут строительным скотчем залепила потому что из-за дождя стала отпадать это вот картонка который еще дедушка прибивал ну просто хочет чтобы более-менее меняемый вид был сундук сайте на котором я спала маленькая будучи изначально тут вот были такие маленькие кроватки дедушка ставил когда маленький совсем сестрой были с младшей сестрой ну вообще с сестрами были младше мелкими совсем детьми потом тут были такие длинные кровати не как бы поднимались дедушка так ставил так же как вот эти изначально здесь вы были поднимались а я тут спали сестры вдвоем или там приезжали когда родители то вот тетя приезжал то она кто-то из сестер спали тут с ней тут на этой кровати спала изначально бабушка мы мелкие там с ней по очереди сестрой спали здесь вот изначально уже после всех этих маленьких кроваточек здесь очень долго спала я на сундуке фугольница тоже стоял сундук у них месяц распала на широкой кровати младшая я спала вот снова опять на сундуке мне очень радость спать на этом сундуке когда была мелкая мне хватало места можно в любую сторону было повернуться и тут другая занавеска была из таких деревянных палочек меня не получится заснять потому что сейчас стоит на дворе и там давно уже нет света хотя есть лампочка но товарищ который может сделать свет почему-то стабильно ему некогда ну знаете есть люди которым отдыхать есть когда другие дела есть когда делать а это вот ну никого другие приоритеты общем это подушки мягонькая такая подушки для ульев вот это тоже часть улья это гнездовые рамки не мнение гнездовые рамки а магазинные рамки на пауза как раз вот вот эти рамки это вот как раз магазинные рамки а эти уже побольше два раза шире они два раза выше ну короче 2 суда рамки магазинные войдут а так гнездовые рамки легко этот раз почему-то материнским называла вот в этом сундуке у нас магазинные рамки которые уже сосушки сухие лежат здесь насколько мне известно всякое белье так он там подушки одеяло еще читать на зиму это ящик на самом деле у него были дверцы когда-то старенький ящик и думаешь его чедушка делал в общем вот подобных ящиков он тут как раз два вот это те два ящика которые я сначала 2 оба сразу их вытащила донесла там до определенного места но потом поняла что вдвоем их тяжело тащить не очень удобно и уже поштучно носила выставлять вот рамки вот здесь я не знаю чего там сундуке все время у родственников забывая спросить может быть тоже какое-нибудь белье этот ящик уже делал мой дядя это как раз вот под магазинные рамки вообще подобные ящики но чуть повыше есть один город городе окрасил был плоды нездовые рамки вот единственный ящик не всегда казалось что два было как минимум возможно раньше их и было два это дедушка делающего бабушкин муж бабушка как раз дочка того пчеловода первого короче дедушка делал тот ящик и сюда влезет стабильно 6 чего он залетела 6 днездовых рамок и еще немножко останется место ну допустим если рамки там вот с воска много на них всего и удобнее вынимать в эти тоже сюда влезает 6 но именно магазинных рамок и тоже небольшой промежуток остается чтобы удобнее было брать вот это зеленая с крышкой вверх вверх короче улья который разогнали тут получилось насколько мне звезд на два улья разогнали и это тоже по моему под гнездовые рамки мутон рамки хочу хотел изначально показать вот я тут как-то начало ну сидела вечером думала поставок кранки сняла что дом этот изначально рассчитан был но уже когда тут дедушка с отцом делали ремонт ну когда мы только въехали восемьдесят мем году купили дома не строю перестраивали заново строили двор в каком-то году по домовой книжке я смотрела вообще документы я не знаю не может где-то лежат ну переездом они были в одном месте когда переехали они что-то потерялось что-то нашлось нашлись уже в другом месте вот эту из фанеры 2 дел дедушка вход в горницу сени в каком-то году еще до нас семидесятых годах полностью заново ремонтировались а но перестраивались возможно и суть такая что тут как бы он изначально то не рассчитывали на пчелу когда вот дом в котором раньше люди другие жили другие хозяева но когда вот мы его купили он вот даже так вот посмотреть пчеловодный турник ну что вот эти речки дедушка делаю вот там сейчас пусто но здесь вот видите висят рамки какие-то уже вот то что как бы она со сушкой нету на них уже никакого меда но это прошлогодние рамки темные два тысячи и под поза позах ну поза прошлогодние рамки мы за темный воск он ничего плохого не делает но мне тут тетя сказала с сама не знала если честно ну может не обращала внимание как бы не интересовалась таким раньше бабушка этим всем занималась и в общем берется допустим 9 рамок вот таких прошлогодних темных с темным воском и одна рамка с медом это если у вас летел рой и вы вот собираетесь его положить засунули ружье в районю поймали в районю значит засунули какой нить улететь этих пчелок и вот к ним ставятся 9-10 рамок суш вот вспомнил это называется суш вот это черт темный воск вот этот прошлогодний пота прошлогодний сушью 9-10 рамок и 1 рамка с медом это молодой семье ставится тут вот у нас вчера годик пробивала сюда вешал эти рамки тоже подушка вообще мне кажется раньше не вхите подушки суда не вешали не знаю как люди приспособилась у на эту подушку вот это кстати оказалось тоже пчеловодная подушка от не знаю на его пчеловодном магазине покупала и так просто но она подходит короче пчеловодная подушка насколько помню 300 рублей вот назад по словам вчерашним и вот вторая подушка мне как раз надо ее сильно на солнце высушить сойдет не помню говорила или нет вот это вышивка это бабушка вышивала в свое время это рассчитано было на трех сестер то бишь на меня и двух моих двоюродных сестер не помню какая кому предназначалась сейчас эти висят и уже так понимаете утром вообще как бы нафиг не нужны но этот коврик я тоже не знаю бабушка вышивала возможно вот эти на черном то фоне точно она в корзиночке фрукты в другой цветы в самой большой но и маленькой короче три корзиночки получатся как бы две конкретно таких корзиночки видно даже ручку а это больше как ваза наверное и больше тоже корзиночка но вот ручку не у нее не видно нету в зеркале я была тут дважды в этом камуфляж его называю но смысле психоводный костюм и думала попросить может потом тетю меня сфоткать но вчера был дождь и как-то не до этого было вообще забыла вот она кверху попой медогонка свежепокрашенная вчера улей моей тетей это внутренняя часть медогонки да вот рамки у нас сейчас 8 у вас как бы сказала моя тетя у нее в общем этом на территории этого участка земельную треть которого принадлежит мне дает эти мои тети 8 улев это вот железные рамки как раз нет тут но человек или чуть-чуть выстрела посушить пока не было какое-то время солнышко сегодня он тоже и снова выстрела на как бы ставить наискосок у меня так не получается одна какая-нибудь обязательно станет и я поставила так как стоят это будет холодильник здесь вот я почти мог рассказать придавил на самом деле просто поднял положила чтобы она не улетела то заячья капуста самом деле она немножко по-любому называется та самая заячья капуста выглядит иначе но это у нее как бы второе название видимо родовое название ближайших деревень потому что моя госяка такая назвала я когда сюда приехала прокатилась по круговой буквально может первый же день при но на следующий день а как приехала и увидела и думала потом собрать но поехал уже по круговой спустя почти две недели я тут получается вот завтра будет три недели как я тут и ее уже не нашла может быть ее съел там какой-нибудь лосик может быть ее как-то стоптали там кто ехал ходил может она сама уже как-то мутировала и спряталась другими трава травами цветами и не не разглядела и и в общем вот это у нас пастушья сумка я тут в книжке в одной травяной 90 года выпуска прочитала что она полезна и решила думаю можно немножко собрать здесь у меня я забыла ее названием тоже дофига полезную короче к чему рука тянулась стоит забрала она у меня сохнет вместе с этой сумочкой но сумочка уже высохла из наружи изнутри но я решил пока пусть висит яблони которая никогда не цвела и не плодоносила и в кадре у меня тут попала не хотела чтоб попадала ну пусть уж будет ладно я тут немножко орешков собрала на нижних ветках когда сегодня в 7 утра обходила тут территории они вот которые наверху они еще как бы какие-то зрелые какие-то не совсем вот темненькие на самом-то верху я уж не лезла но на нижних ветках там вот изначально когда ходила смотрела еще в начале лета очень много всего было теперь это листики поднимать чтобы это все увидеть они как-то прятаются под листиками ужас мина на котором уже нет с минус соответственно я решила просто сегодня предпоследний день немного тут подснимать на территории моей такой садьбы и смонтировать уже просто убрать камеру ну не то чтобы я тут каталась и не всегда с собой и брала обычно бывает такое что что-то интересное видишь когда камера под рукой нет иногда и с камерой бывают но тут что-то уже как бы просто те вещи которые мне возможно уже не понадобятся или то что я давно хотела заснять и внезапно но все в один день практически в этом месте можно сделать сегодня а эти вещи можно как бы убрать я вот вчера услышала журавлей но спуткала их на телефон у меня что-то там на камеру попалось на внешнюю на ту который снимаю видео на телефоне ничего такого нету там видимо двери три камеры задницы этого телефона я как не очень в курсе одна спереди в общем на спереди когда вот эти селфи делаю что все нормально никаких бликов нету один раз был какой-то пятно у меня получилось почистить его этот глазик камеры все исчезло но в этот раз больше пока не получалось убрать я уже вытирала и тряпочка специальный как-то ну там бесит ну как бы он сам работает функционирует видео можно снимать это пятно нет на фотках есть если с тыльной стороны мы короче вот если вот где там эти три камеры мне она как бы не мешает для фоток у меня есть пара фотик бы должна камеры можно сделать фотку на этой вот даже на экшн кампе можно сделать фотку даже на вебке можно сделать фотку которая там логитеховская на компе подарок одного подписчика еще давно-давно специально до стримов короче суть такая что на телефон я вот сфотку этих журавлей они только еще как собирается в клины и летят в сентябре моя тетя говорила мне вчера и позвонила сразу там журавлей увидела но на телефоне как бы видно слева по борту там это еще и пятно вот камера у меня была как раз убрана но думаю я бы не успела за камерой дойти все было в огороде они раз раз и улетели но я тут до этого снимал этот не то чтобы говорил показывал по большей части наверно так снять не получилось а способ мой найденный мной тут вообще похоже использовала раньше лепестки сушила на солнце в блюде прикрывая сверху железная решетка на которой детушка сушил делаю там для сушки допустим грибов как отдельный противешок но и раньше на ней травы сушила и надо шиповник в печке внутри этому ты натопила еще бабушку при бабушке не иногда и без бабушки уже но тут не отчет про это вспомнила и подумал что шиповник он все-таки сам по себе как бы потяжелее ветром ну сейчас такого тут сильного нет ветра чтоб хиху можно было сдуть но от обычного ветра он как бы на место никуда не звенит у солнышко снова спряталась за облачко я потом сюда приеду собрать калину черную красную рябину правда нас красно рябину этом году нету именно нашей территории на мой день другом месте тут найду у деда еще есть не знаю как он там будет в плане рябины и если она у него там году короче калину рябину ту и другую барбарис шиповник сливу и терн 7 штук и в апреле собирать сентябре потом вот у меня шиповник на днях тут еще был один контейнер но все он занят и в этом контейнере как раз лежит арония в холодильнике под крышкой поэтому сейчас вот в тарелке ну как бы она подсыхается соответственно меньше места занимает потому что здесь сначала с той стороны дома было с утра ну и засушивать конечно уже увлечь конкретно буду крупный шиповник это тот самый от у приводской школы у бывшей приводской школы стрекоза по ходу дела я тут приблизил даже другая какая-то красненькая стрекоза первый раз вижу серенькие попадались беленькие ну и на и короче хотя по размеру такая же когда я это снимаю ну и потом сентябре еще в плюки поеду прокачусь уже тоже сексом камеры по всяким этим их улицам ну и все одно шиповник доснимаю там как раз полноценно зазреет весь все несколько мест в этом году будет где шиповник буду снимать я вчера предложилась вспомнив как тут вот ну видно тут два куска когда-то сестры или сестра с тетей одна из крылья крышу чисто что там где улиц стоят обычно на дворе зимой я вчера при соседке предложила такую идею что изнутри так кажется что такое все высокое двор вот это вот как раз куда камера направлена с улицы вот с этой стороны кажется что такое низенько что можно лесенку поставить и само все стеки допустим сделать покрыть но было сказано что то не все так легко и просто как мне кажется что надо еще что-то там укреплять и прибивать не просто забыла как материал называется раскрутил плечу с двух сторон и все хорошо вот так человек который сам не может в разную в разной степени от разного вещей зависящего независящего сделать допустим крышу рвется и сделать а кто вошед мало не пытается как-то из подстроить свое время и сменить хоть чуть-чуть приоритет но некоторые люди думают что чают мои мысли которые так знал озвучил человек что минуту то вообще как бы все сам делается люди которые привыкли в более легкой жизни думающие что за них кто-то сделать что-то что-то сделать то-то другое им никогда не придется этим заниматься и не соответственно думаю что и у других все она сама делается сожалению таких людей большинство я когда выставляла эти 5 ящиков в том соответственно забирала их и рамки и медогонку когда но она не тяжелая там не особо много меда было как то что мне оставили в рамках там мои родственники когда выезжали короче когда вот с этими рамками во первых ложишься рано хочется уже спать но усталость такая приятная не как он бывает что заманаешься и вообще уже сначала как-то хотелось пожаловаться тете что типа вот тут устала с этим потом думаю она тут одна точно также моя бабушка бывало такой момент и что она сама совсем тут управлялась и но это как бы не новости и люди которые этим занимаются понимаешь действительно тяжело но мне понравился тут правда самый жуткий день такой был позавчера выставляла уже оставшиеся 19 магазинах рамок и выставляла в 4 было очень хороших погода как допустим сегодня только вот что за облачке солнышко не пряталась и там такое было ощущение что ту сяду как на гамак в общем будто вот рой слетела ты внутри этого рая стоишь и с одной стороны вроде как бы не то чтобы страшно уже испугаться не не испугаешься не получается им получилось что у меня в ящике для нездовых рамок было как раз 7 магазинах 1 на дне потому что он как бы не врезала ибо 6 рамок вставляется вот такие ящики не боль не плоские а мне было их 19 и чтобы уже за одной рамки не тащить ящик так сделала и получилось что пока ходила вставила ящики один приносила другой за другим ходил и чтобы открыть их уже и все вместе поставить туда забрались пчелы я открываю сушилки сейчас сушилку я хотела сегодня думала брать на тетя как все убрала и сама газета в общем сушилки роя уже практически такой роились пчелы многое было видимо ожидали плюс еще такая погода что они соответственно летают и работают их много сзади улиц спереди сушилка сушилки пчелы в ящике с рамками еще больше этих пчел и жуть такая была уже выставила мелкие из мелких ящиков вот эти 12 рамок остались 7 и с одной стороны думаешь уходить возвращаться еще будет хуже другой стороны как бы с одной стороны понимаешь что никто тебе не поможет и если ты сам все это не сделаешь и такая какая-то между не совсем безвыходная ситуация в каком-то плане безвыходная ситуация сродни было как год или два назад автобус по какой-то причине решил задержаться в обед была очень дикая жара мне стало плохо причем такой как был от жары обморок такой я еле-еле стояла на ногах и понимал 6 этом присяду допустим на ту же сумку потому что у меня с собой было а присесть кроме асфальта если только на асфальт привлечь мир вообще ничего не было я понимал что встреча с присяду то я уже не встану и ну и мне никто уже не поможет как бы никого нету и не могу дозвониться ни до родни докуда чтобы узнать где же автобус почему такая ситуация помню дозвонилась до подруги и она дозвонилась уже до моей родни и те уже узнавали там что есть автобус или нет автобуса автобус был ну просто водителю было пофиг что вот как бы он выбился из графика совершенно что возможно там люди его ждут я на автопилоте очень не знаю как тогда помню в автобус залезла мне уже был я как-то все тогда стеснялась эту магнессию открывать минералку заливать ее и чтобы выпить когда обморок был какой-нибудь или предобморок а тут уже на автопилоте наплевав на тех людей которые на меня вы смотрели как на камана ли кого-то совершенно не непонятного открыла эту ампулу пластиковый бутылку из-под минералки с водой пила чисто чтобы вот как-то более-менее нормальное состояние вот подобная ситуация была чисто по ощущениям когда понимаешь что никто кроме тебя не сможет с этим тебе помочь и хочешь не хочешь надо делать я еще тогда подумала что надо было наверное развести дымарь и себя отымить но у меня благо ни разу вот за все время выставляния рамок не угусила пчела один раз только вот когда тут было начали летом чисто потому что они уже такие озлобленные были их тут раздеролили меня не укусила пчела но оба раза получалось так что домой приносила пчелу на костюме на меня садились а но не кусали но я как бы так и высадились они я замирала но не знаю даже так и не поняла было это вот страшно сама ситуация что пчелами или уже как-то такой конкретный пофиг но именно такая именно много так пчел было вот последний раз когда последние рамки выставляла я конечно потом как сентябре сюда собираюсь надеюсь и будет хорошая погода тоже возьмут с камеру наверно то что не буду записывать что сочет нужным интересным хотела заснять аистов все вчера с дороги брала с собой камеру приближала но что-то я не увидел эту бочку который они сидят водонапорная башня за деревьями и вообще их как-то не наблюдаем что не в какой-то момент я опустила они уже улетели вот забыла у соседки то спросить даже думаю немножко попозже прокатиться куда-нибудь но наверное уже без камеры так что вот он сейчас немножко тут шума ветра птичек сегодня утром передо мной когда вешала полотенечко пролетела птичка практически меньше чем в полуметре такая крупная с крыши дома и до яблони я так не поняла что у нее тут гнездо не гнездо что она вообще хотела но и немного меня напугало даже так вот резко да еще и за воплями резко и за воплями птичка летит вот сейчас что-то такое пролетело надеюсь это не бабочка была может так близко может не совсем камера при монтаже гряма когда облачка за облачкой солнце заходит уже не так уже и не ну обычно не жарко не холодно нормальная погода когда вылазит то я думала часов 45 прокатиться но где-то часов 6 надо будет убирать все это счастье сохнущая до 1 и чтобы успеть хотя раз она ведь совсем появится но если появится допустим потом когда часто так стало становиться я думаю что может если пораньше прокачусь чтобы уже потом не не париться вот мне до этого был момент что только бы до 4 там до 5 строго так успеть чтобы в 4 на было выставлять иногда выставляла в 5 иногда выставляла в пятом часу иногда в 4 ровно так конкретно ну только один день был такой что 4 часа было гуляния у пчел конечно у них гуляния начиналось после того как рамки выставишь и какое-то время с этого с крыльца выходила так с опаской что мы летали вообще но в общем была как-то привязана ко времени с одной стороны немножко то напрягала с другой стороны как бы когда нужно выставлять отпала нужно выставлять рамки то вчера у меня как-то был такой ступор о чем заняться чуть делать ну то что с собой тут привезла и какие-то вещи до сих пор еще даже не начала делать по большей части в монтаж что-то в полу вкладывала время свое но в общем как-то я наверно в топилоте таким образом когда узнала от соседки вам подумала что вот у нас это типа вот надо собирать нас играть аронию я на автопилоте как-то даже больше чем нужно собралась и думала ну тетя возьмут какие-то то еще не такая зрелая как что надо что еще она ее собирать поэтому если я забыл сказать вначале поздороваться привет тебе зритель привет тебе диана честно я не очень помню фамилию телефон у меня дома дома если переврала фамилию то пардон гаман на сайт извиняюсь диана красавина ката писала мне камен типа привет сниматель где привет зритель так вот привет тебе зритель ну и пока тебе зритель